по сути это макияж 5 10 минут так как я буду снимать видео это уйдет конечно гораздо больше времени но это оптимальный мой макияж когда хочется хорошо выглядеть а времени мало хочу использовать биби крем у меня их два я их часто комбинирую это от лореаль сиси крем вот и когда-то мне попался в коробочке красоты это тони молли тоже сиси крем но он очень светлый и я его использую под глазки и на носик чтобы скрыть свои пигментные пятна и так приступим можно было бы использовать бьюти-блендер или какой-нибудь щеточку у меня их много и бити-блендеры есть разные но сейчас я показываю действительно так как я крашусь без преувеличения то есть обычно у меня же говорю 5-10 минут поэтому никакие бьюти-блендеры я не использую если это конечно макияж какой-то более глобальный куда-то на какое-то мероприятие в принципе как сейчас но так и видео снимают естественно показываю как я обычно крашусь и на это у меня идут просто пальцы после того как мы нанесли тональное средство или бибишку как я в данном случае то можно приступать к пудре у меня пудра элеровская рассыпчатая от color она мне очень нравится и я уже в принципе во всех своих видео показываю только ее есть у меня и другие но почему-то люблю вот эту она очень хорошо ложится ровным тоном на лицо после я использую румяна у меня это элеровские делюкс линейка слегка чуть-чуть на яблочке такие же только в оттенке glamour brush коричневые следом я использую пигмент он с такой розовинкой сухой пигмент который идет у меня как хайлайтер я наношу на все веку под бровь и конечно же вот сюда вот на скулы чтобы придать свежий своему лицу вот такой вот получается эффект такой пигмент можно подобрать под себя под свой тип кожи любая марка которая вам нравится сейчас я буду делать стрелки . делать они у меня есть и так как у меня перманентный макияж я просто их на виду у меня тоже карандаш делюксовский тоже чтобы глаз еще более сильнее выделился вы в принципе можете по слизистой оболочке сверху провести черным карандашом будет еще ярче но в данный момент я этого делать не буду иногда я такое практикую теперь дело за бровями чтобы брови сделать более выразительными я использую карандаш хоть у меня брови в татуажа но слегка довожу их до идеального состояния и сверху закрепляю обычно гелем гелем для бровей кто же может быть любой у меня тоже это лр-овский делюкс он цветной то есть под цвет моих бровей также есть бесцветные в разных компаниях то есть разных фирмах вы можете найти чтобы карандаш хорошо распределить по бровям то я использую щеточку закрепляю стайлером для бровей тушь использую maybelline лиловую она мне очень нравится сейчас кстати у них вышла новинка такая черная с лиловым надо тоже купить попробовать с глазами закончила теперь приступаем губам в принципе можно использовать только блеск для губ и все но я решила что пойду дальше и использую помаду у меня ты в роше карандаш номер 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 сейчас вам скажу 71 он такой интересного цвета карандаш не только удерживает помаду на месте но визуально делает губы больше помада у меня от флормар сейчас скажу номер l16 ну вот макияж и готов по сути это 57 минут